В современном обществе имеется огромное количество компьютеров и вообще разнообразной информационной техники – телефоны, телевизоры, факсы и прочее. Появляется множество профессий, связанных с поиском, хранением, преобразованием информации. Информация становится определяющим ресурсом экономического и общественного развития. Ошибочно, информатизация понимается исключительно лишь как процесс внедрения современных компьютерных информационных технологий в жизнь человека и общества на базе новейшей компьютерной телекоммуникационной техники и интернета. В чем же суть и смысл процесса информатизации? Информатизация – это процесс овладения информацией как ресурсом управления и развития с помощью средств информатики с целью создания информационного общества и на этой основе дальнейшего продолжения прогресса цивилизации. Информационное общество – новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания. Основными чертами информационного общества является увеличение роли информации и знаний в жизни общества, возрастание числа людей, занятых в сфере информационных и коммуникационных технологий, рост доли информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, широкомасштабное использование ИКТ во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни общества, создание глобального информационного пространства, развитие информационной экономики, электронного правительства, электронных социальных сетей и другого. Настоящее время – это период, характеризующийся небывалым ростом объема информационных потоков. Это относится как к экономике, так и к социальной сфере. Информация является решающим фактором, определяющим развитие технологии и ресурсов в целом. Рыночные отношения предъявляют повышенные требования к современности, достоверности, полноте информации. Одним из ключевых понятий при информатизации общества стало понятие «информационные ресурсы». Совокупность всей информации, накопленной человеком в процессе развития науки, культуры, образования и практической деятельности людей, называют информационными ресурсами. Информационным ресурсом может быть файл, документ, веб-сайт, фотография, видеофрагмент. Информационный ресурс – данные в любом виде, которые можно многократно использовать для решения проблем пользователей. Государственные информационные ресурсы используются для решения задач государственного управления, обеспечения прав и безопасности граждан, поддержки социально-экономического развития страны, развития культуры, науки, образования и т.д. Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, подчиняется федеральному закону об информации, информационных технологиях и о защите информации. Информационные ресурсы можно классифицировать следующим образом. Библиотечные ресурсы. Традиционно они представлены в бумажном виде, но все больше библиотечных ресурсов переводится на бумажную основу. Архивные ресурсы. Научно-техническая информация. Во всех развитых странах существуют специализированные системы научно-технической информации. Они включают многочисленные специальные издания, патентные службы и т.д. Информация такого рода часто является дорогостоящим товаром. Правовая информация и информация государственных структур. Этот ресурс содержит своды законов, кодексы, нормативные акты и другие виды правовой информации, без которой не может существовать ни одно государство. Отраслевая информация. Огромные информационные ресурсы оборонной сферы, системы образования, медицины и т.д. Финансовая и экономическая информация. Информация о природных ресурсах и т.д. Информационные ресурсы признаются одним из важнейших видов ресурсов в любой стране. В наиболее развитых странах они являются объектом особого внимания. Сейчас активно идет процесс снижения ценности материального продукта, но повышается ценность информации. В современном обществе информация становится ценным продуктом. Информационный продукт – информация всех видов, программные продукты, базы данных, представленные в форме товара, то есть созданные с целью продажи за деньги или обмена на другие продукты. Информационный продукт – это уникальный показатель эпохи всеобщей автоматизации и информатизации и имеет ряд определенных отличий от материального продукта. Так, любой информационный продукт обладает качеством, которое присуще информации в целом. Он не подвержен амортизации, физическому износу. Вы можете неоднократно использовать информационный продукт, и он не потеряет в качестве и уникальности. Для примера, многократное воспроизведение фильма никак не повлияет на его содержание. Фильм не становится хуже с каждым просмотром, но следует сказать, что информационный продукт подвержен так называемому «моральному устареванию». Информация, которая была актуальной еще вчера, может потерять всю свою значимость и востребованность сегодня. Таким показательным свойством информационного продукта является то, что расходы на его изготовление, как правило, в разы превосходит дальнейшие расходы на его тиражирование. Написать уникальную работу один раз всегда сложнее, чем затем размножить ее на тысячи экземпляров. Немаловажное свойство информационного продукта – его адресность. В зависимости от группы потребителей производитель выбирает форму и способ изготовления будущего информационного продукта. Так, публикация научной работы в профессиональном сообществе будет отличаться от способа популяризации той же научной идеи для школьников. Информационный продукт имеет свойство универсальности, может представлять ценность для разных областей применения, использоваться с разными целями в разных проектах. Информационные продукты распространяются посредством информационных услуг. Информационная услуга – это действия людей и организаций, направленные на получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. Информационные услуги бывают различного вида, например, поиск и подбор информации. Различные кадровые агентства оказывают услуги по подбору персонала. К информационным услугам можно отнести деятельность различных учебных центров, рекламных агентств, разработку программ и веб-сайтов. Как и при использовании традиционных видов ресурсов и продуктов, люди должны знать, где находятся информационные ресурсы, сколько они стоят, кто ими владеет, кто в них нуждается, насколько они доступны. Ответы на эти вопросы можно получить, если существует рынок информационных продуктов и услуг. Рынок информационных продуктов и услуг – информационный рынок, системы экономических, правовых и организационных отношений по торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе. В пространстве информационного рынка можно выделить пять секторов. Научно-техническая продукция в виде проектных, технологических, методических разработок по разным отраслям. Объекты художественной культуры в виде текстовой, визуальной и аудиопродукции. Услуги образования. Все виды обучений. Управленческие данные и сообщения. Политическая и хозяйственная информация, статистические данные, данные о рыночной ситуации, рекламные сообщения, оценки и рекомендации по принятию решений. Бытовая информация. Сведения о потребительском рынке, сведения о рынке труда. По мере продвижения к информационному обществу, все большие возможности, связанные с использованием информационных и коммуникационных технологий появляются в сфере образования. Оснащение школ мультимедийным компьютерным оборудованием и цифровыми лабораториями кабинетов физики, химии, биологии. Формирование в школах медиа-центров. Подключение школ к сети интернет. Использование на уроках и в домашних условиях цифровых образовательных ресурсов. Использование отдельных приложений для автоматизации административных функций. Учет кадров, ведение штатного расписания школы, использование в подготовке расписания занятий, обмен документами с вышестоящими органами управления образованием. Все эти процессы указывают на формирование в образовательных учреждениях информационно-образовательной среды. Все чаще в обучении используются электронные образовательные ресурсы, которые обеспечивают моделирование и визуализацию информации об изучаемых объектах, интерактивное взаимодействие пользователя и средств ИКТ, хранение больших объемов информации с возможностью легкого доступа к ним, автоматизацию процессов вычислительной информационно-поисковой деятельности, а также обработки результатов учебного эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента. Автоматизацию организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения. Информационное взаимодействие между участниками образовательного процесса с помощью локальных и глобальных компьютерных сетей. Для того, чтобы, общаясь в интернете с использованием различных его сервисов, не доставлять неприятностей собеседникам и не иметь их самому, полезно следовать некоторым несложным правилам, называемым сетевым этикетом. Правила сетевого этикета просты и похожи на правила поведения в реальной жизни. Для общения в чате, форуме, телеконференции выбирайте себе псевдоним или ник, не оскорбляющий других участников чата. Избегайте нейтральных имен, не дающих возможностей представить, кто вы – мужчина или женщина. Обращаясь к кому-либо, пишите его ник в начале вашей фразы. В официальной переписке принято использовать подпись, содержащую некоторую информацию об авторе письма. Полное имя, должность или другие регалии, контактную информацию. Поскольку во многих случаях программы для работы с электронной почтой автоматически добавляют к письму однажды подготовленную подпись, будьте внимательны и не помещайте в подпись информацию, которую вы не хотели бы показывать всем своим корреспондентам. В чате, форуме, гостевой книге общается большое количество разных людей с разными мнениями и интересами. Следует быть тактичным и корректным в своих высказываниях. Не нападайте на человека только из-за того, что его мнение не совпало с вашим. Уходя из чата, не забудьте попрощаться с вашими собеседниками и, возможно, договориться о времени следующей совместной беседы. Всегда заполняйте поле «Тема» своего письма. Ориентируясь по темам, проще выделить нужные письма в большом списке поступающей корреспонденции, а также отфильтровать «спам», от английского «спам» — навязчивую рекламу. Отвечая на чье-либо письмо, в поле «Темы» принято вписывать «Ре» — исходная тема. Большинство программ для работы с почтой эту фразу вписывают автоматически. Старайтесь не допускать грамматических ошибок. Многие современные текстовые редакторы и программы для работы с электронной почтой имеют встроенные системы проверки правописания. В любом случае полезно перед отправкой еще раз перечитать письмо. Не повторяйте многократно одну и ту же фразу, не забивайте эфир. В обычной, неделовой переписке часто используются смайлики — комбинации текстовых символов. Использование смайликов способно придать письму живой характер и даже заменить жестикуляцию. Но не следует этим злоупотреблять, это будет уже плохим тоном. Общаясь в интернете, сообщая сведения, выражая эмоции, не надейтесь на полную конфиденциальность переписки.